Чувашия продолжает подтверждать свой статус лучшего спортивного региона страны. В календаре республики множество массовых спортивных мероприятий. Так, в минувшие выходные в Ибресинском районе прошел гиревой турнир на призы председателя Государственного совета. По традиции турнир силачей стартует с выступления девушек и женщин. Выходя на соревновательный помост, они с нежностью готовят свой снаряд. У каждой с собой мешочек с мелом. В ближайшие пять минут, а именно столько длится упражнение, гиря не должна выскользнуть из рук. Иначе дисквалификация. Где я учился, где занимался, школа гиревого спорта там очень сильно до сих пор работает. И радует то, что уже девочки такие молодые занимаются этим видом спорта. Кажется, вроде бы не женский вид спорта, а спорт для силачей. Но, тем не менее, приятно, очень красиво, когда девушки выходят на такой помост. 14-летняя Ксения Тунгулова боролась за победу до последних секунд, когда на помосте уже никого не осталось. 16-килограммовый снаряд она зафиксировала на вытянутой руке над головой 101 раз. Девушка рассказывает, что свою школу и близких подвезти просто не могла. Она тренируется в той самой спортивной секции и у того самого тренера, который больше 30 лет назад. Помог ныне руководителю парламента республики Юрию Попову стать мастером спорта России. Большинство мне помогла сила предков. У нас в семье все поднимали гири. Дед, прадед, отец. И все они были кандидатами или мастерами спорта. И я теперь стараюсь догнать их, стать кандидаткой. Гиревой спорт можно считать одним из самых доступных. Атлету не нужно ни специального помещения, ни дорогостоящего оборудования и экипировки. Лишь пара гирь. Кузницей спортивных талантов в основном являются районы республики. Примечательный факт. Главный тренер сборной страны, рекордсмен России и 11-кратный рекордсмен мира по гиревому спорту тоже выходец из Чувашии. Тренироваться Сергей Кириллов начал в Козловском районе. В Чувашии, наверное, этот регион один из немногих, который давно очень развивает гиревой спорт. И из Чувашии вышло очень много именитых спортсменов. И раньше было, и сейчас продолжают молодые спортсмены. Они входят в состав сборной команды России, завоевывают призовые места на международных и на всероссийских соревнованиях. Я думаю, что в будущем этот турнир получит статус всероссийского турнира. И мы можем даже рассмотреть вопрос о включении его в единый календарный план Министерства спорта с условиями присвоениями нормативов мастеров спорта, педитатов мастеров спорта. От раза к разу турнир на призы спикера Государственного совета Юрия Попова собирает все больше участников. Расширяется география. В Ибрессе приехали побороться атлеты большинства поволжских регионов. В упорнейшей борьбе чувашские гиревики в очередной раз доказали свое превосходство. Даже то, что гиревой спорт в Чувашской республике не так популярен, как легкая атлетика, например, не мешает нашим спортсменам добиваться серьезных результатов, в том числе и на мировой арене. Только этим летом три чувашских гиревика, две девушки и один ветеран привезли с первенства Европы чемпионские титулы. Ольга Панова, Олег Якимов, Республика.